Добрый вечер, Чемель, привет! Привет, солнечный город! Я давно здесь не был, мне очень приятно, что столько людей пришло. Спасибо вам огромное, поаплодируйте себе, потому что я не смогу так громко поаплодировать. Спасибо. Даже из Палермо люди приехали. Короче, я хочу прямо здесь и сейчас раскрыть все тайны мужской измены. Достаем блокноты, начинаем. Не надо! Да, не надо. Что ты говоришь, за сто? Начинаем аукцион «Не надо», который называется. Сто рублей раз. Те мужчины, которые смеются, они так не делают. Во-первых, когда мужчина приходит домой после измены, это очень легко его спалить. У него всегда виноватый взгляд. Сейчас все мужчины в зале сядут и думают, какой это у меня виноватый взгляд? Вот такой, смотри на него сейчас! Вот с этой дебильной улыбкой. Че, это я же просто... Когда мужчина приходит домой после измены, он превращается в ровшана из нашей Раши. Жена ему говорит, ты где был? Он говорит, где? Где был? Есть другой тип мужчин. Эдакий шутник, знаете? Который под видом шутки рассказывает всю правду. Жена говорит, ты где был? Он говорит, где, где, с чоками чпокался. А у самого внутри. Актер еще. Жена говорит, что так долго? Эдак, пока всех не перечпокал, не приехал. Никто не смеется над этими шутками, кроме него. Что, попалился кто-то, да? Еще один классный мужик, это... Я его называю Шерлок. Сейчас популярны сериалы про сыщиков. И вот он тоже Шерлок такой. Он, короче, все продумал до мелочей, знаете. Он возвращается домой. И пока жена его еще ни о чем не спросила, он сам в коридоре, пока раздевается, все свое алиби рассказывает. Говорит, это ж надо было телефону разрядиться в самый неподходящий момент. А я, главное, хотел объехать пробку. А встал, эх. Что, готовишь? Что такое вкусненькое? Ммм, давай попробуем. И еще самый гениальный мужчина, который изменяет... Он мне, ну, очень все, нравится его поведение. Он, когда ты уезжаешь куда-то к маме на день рождения, в другой город, возвращаешься, он говорит, ты знаешь, я ходил в субботу в ночной клуб, и там было очень много легкодоступных женщин. Но я должен тебе рассказать, что они вертелись вокруг меня, а я хранил верность. Потому что люблю только тебя. Это значит, что ему не дали. Это хуже всего. Он пытался. Но я вам скажу одну вещь, девушки. Что бы вы ни думали про своих мужчин, и как говорят буддисты, когда ты подозреваешь своего мужчину, ты как бы посадила семечко. И когда ты постоянно его спрашиваешь, проверяешь его телефон, докапываешься, где он был, подозреваешь его в чем-то, ты удобряешь это дерево, и дерево вырастет. Поэтому, если ты любишь своего мужика, ценишь его, и хочешь быть с ним вместе, допускай его, отдоверяй ему, отпускай куда хочешь, и ничего не бойся, и ничего не будет. Браво! Вот кто так говорит, тот вообще всех трахает. Спасибо вам, что вы сегодня были здесь. Было очень приятно мне, не знаю, как вам. Спасибо. Я кайфаную. Спасибо.